Наступает сезон отпусков, и родители собираются с детьми на море, на дачу, да и просто проводят больше времени на свежем воздухе, а значит и на солнце. Солнечные лучи таят незримую опасность для детей. Кожа детей сильно отличается от кожи взрослых, в ней меньше сальных желез, она более тонкая и чувствительная к действию повреждающих факторов. Ультрафиолетовое излучение может не только вызывать солнечные ожоги, но и приводить к долгосрочным негативным последствиям для кожи, глаз и даже иммунной системы. Воздействие солнечного излучения в детстве может привести к подавлению иммунной системы, повреждению глаз, а в будущем и к раку. Каждый солнечный ожог повышает риск рака кожи, но опасно и накопительное воздействие солнечных лучей. Учитывая вышесказанное, мы обязаны защитить своих детей от действия солнца. Причем защищать детскую кожу необходимо не только на пляже, ведь чрезмерное ультрафиолетовое облучение ребенок может получить и просто играя во дворе или катаясь на велосипеде. Как же защитить ребенка от солнца? Одно из самых основных правил защиты детей от солнца – не надейтесь только на солнцезащитный крем, ведь он не панацея, а дополнительный способ защиты. Ищите прежде другие возможности защиты ребенка от прямых солнечных лучей, нахождение в тени, главной убор, одежда. Помните, что дети грудного возраста должны всегда находиться в тени, при этом стоит учесть, что песок, вода, снег и бетон отражают солнечные лучи. Закрывайте своего малыша капюшоном коляске из плотной ткани, одевайте в легкую одежду из хлопка. Прогуливаться с грудничком в солнечные дни лучше в тени домов ранним утром либо вечером. До шести месяцев желательно не применять солнцезащитный крем, но если без этого не обойтись, то на небольшие открытые участки кожи его можно наносить. Избегайте нахождения на улице во время наибольшей солнечной активности с 10 до 16 часов. Стремитесь находиться с ребенком в тени, но знайте, что даже зонтики, пляжные навесы и деревья не дают полную защиту от солнца. Знаете, что солнечные лучи проникают через облака, пасмурная погода не повод целый день находиться на открытом воздухе и не соблюдать правила защиты от солнца. Солнечные лучи проникают и через стекло, поэтому в машине для защиты от ультрафиолетового излучения используйте специальные пленки на окна, которые не ухудшают видимости. Надевайте на ребенка легкую и просторную одежду. Ребенок всегда должен быть в головном уборе, лучше всего панамка или шляпа с широкими полями, чтобы затянуть шею, уши и лицо. Одежда и головной убор не должны быть ажурными. Купите ребенку солнцезащитные очки, но не просто темные, а именно с защитой от солнца. Такие обычно продаются только в оптике. Открытые участки тела защищайте с помощью детских средств с СПФ фактором не менее 15, но лучше 30. Крем должен быть широкого спектра действия. Если ребенок купается, то крем должен иметь маркировку водостойки. Это не значит, что после купания можно не наносить крем. Это значит, что крем защищает кожу во время купания, но он все равно постепенно смывается и требуется повторное нанесение. Солнцезащитные спреи маленьким детям нельзя наносить непосредственно на кожу, нужно распылить в ладони, а затем намазать малыша. Если у ребенка появляется ожог, положите прохладный компресс на пораженную кожу и как можно скорее обратитесь к педиатру. Помните, что загорелая кожа только кажется нам красивой. На самом деле загар – это признак повреждения кожи и ее защитный механизм. Если ваш ребенок загорел, то он уже испытал на себе повреждения, связанные с солнцем. Ученые и врачи всего мира настолько обеспокоены негативным воздействием солнечных лучей на детскую кожу, что даже такой полезный витамин D рекомендуют применять в форме капель или таблеток, чем рисковать здоровьем, подвергаясь действию ультрафиолетового излучения.